Почему в Таджикистане снят с должности главный врач Рашской центральной больницы Кабил Чонги Йоев, получивший известность благодаря успешному лечению больных коронавирусом с помощью ветлекарства, разбирался спутник Таджикистан, здравоохранение и социальная защита республики. Он был уволен на основании жалобы председателя Рашского района. Жалоба заключается в том, что в дополнение к тому, что Ги Йоев был главврачом, он также занимал пост заместителя начальника штаба по предотвращению распространения коронавируса в Рашском районе. Он не присутствовал на работе и не посещал собрания штаба, сказали в пресс-центре Минздрава. Накануне, 1 июня, Кабил Чонги Йоев сообщил спутник Таджикистан, что причиной его увольнения стала жалоба глава Рашского района Рахим Джона Мукими в Министерство здравоохранения и социальной защиты. В Таджикистане неожиданно уволен чудо-врач Ги Йоев. Между тем в тот же день в телефонном разговоре со спутник Таджикистан глава Рашского района Рахим Джон Мукими опроверг это заявление и сказал, что Ги Йоев ушел с работы по своему желанию, написав заявление на увольнение лекарства от коронавируса, или везения. Чудо-врач Ги Йоев вылечил уже 300 человек. Насколько нам известно, он будет назначен на более высокий пост в Душамбе. Он пришел ко мне сегодня. Поговорили и мирно расстались. Вот и весь разговор, сказал Рахим Джон Мукими. Отпуск или в беседе со спутник Таджикистан Кабил Чон Ги Йоев, комментируя заявление Минздрава и главы Рашского района, сказал, что он был приглашен в министерство 27 мая и написал заявление об отставке. Он добавил, что на следующий день, 28 мая, его снова вызвали в министерство, где ему сказали не уходить в отставку, а уйти в отпуск и назначить своего заместителя исполняющим обязанности главврача. Я просто поражен. Я поехал в Душамбе 6 мая. 12-го снова вернулся в Рашт. В тот день провел совещание в штабе. Участвовал в видеоконференции с министром здравоохранения. Утром тоже было совещание штаба. После этого я отправился в региональные больницы, Хаид, Калисург и Новобот. Я был в Раште с 13 по 15 мая, сказал Гиоев. Медсестра выполняет ряд двигательных упражнений на пациенте с ЧВИД-19 в больнице П. Мариата Матаджикская элита в битве с пневмонией, где лечатся главы министерств и ведомств. По его словам, в Рашском районе 174 человека, у которых была высокая температура, проходили лечение в домашних условиях, аж 60 человек лечились от пневмонии в больницах, и еще десятки были отпущены вскоре после обращения в больницы и получения краткосрочного лечения. Он добавил, что два человека 1940 и 1942 годов рождения умерли от сердечных болезней, а не от пневмонии или коронавируса. Куда исчез чудо-врач из Таджикистана, нашедший средства от коронавируса? Когда ситуация в Раште стала стабильной, я отправился в Душамбе. Во-вторых, я пришел не по собственной воле, а по приглашению властей, о котором знают в Министерстве здравоохранения, сказал Гиёев. Чудо-доктор Кабилчон Гиёев стал известен тем, что в начале борьбы с коронавирусом он вылечил. По его словам, около 300 человек необычным лекарством для кос в Рашском регионе. Препарат создан из пенициллины и стрептомицина, сокращенный панстреп, и используется для лечения коронавируса у животных. Позже он приехал в Душанбе и занимался лечением в столице и прилегающих районах, а также в Хатлонской области. Ранее в эксклюзивном интервью он сказал спутник Таджикистан, что вылечил в целом более тысячи человек. Но теперь он говорит, что число пациентов, которых он лечил, намного больше. Сейчас многие сомневаются в моем лечении. Они правы. Но мои свидетели, это те же пациенты, которые были исцелены. Говорят, что я пошел в Душанбе для своей рекламы и заработка денег. Бог им судья. Но теперь я заявляю, что я служил своему народу и государству и продолжу это дело, сказал Гиоев. Единственное, что удивляет бывшего главврача Рашского района, это его новое назначение. Он говорит, что понятия не имеет об этом и никто с ним не советовался. Субтитры создавал DimaTorzok